здравствуйте коллеги подключаемся здравствуйте здравствуйте рады всем кто сегодня выбрался к нам на встречу на нашу конференцию сначала я как обычно представлюсь возможно что кто-то из вас еще меня не знает я меня зовут лебединская татьяна александровна я психоаналитический психотерапевт песочный терапевт также практикую эмоционально образную терапию и вместе с коллегами организую мероприятия то есть интересная для психологов для специалистов помогающих профессий и просто для тех кто интересуется психологии вот и сегодня я решила пригласить евгению королеву в одной из группе где мы были вместе евгения рассказывал о том что имеет уже большой опыт работы и развития своего развития личного захотелось ее пригласить и поговорить на эту тему вот я надеюсь что встреча будет интересной для всех участников вот евгения нам приготовила и презентации сейчас сама тоже представится хотелось бы чтобы все кто кому это возможно кому это удобно сейчас все-таки включили видео и мы бы могли вас видеть вот а так вы можете в чате оставлять тоже свои вопросы мы обязательно ответим на ваши вопросы да евгения да 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 я включила звук передаю слово евгении ну меня зовут евгения королева я психолог эмоционально образный терапевт поуч наставник маг терапевт ног там всего ну как у многих да и как вы уже сказали тема сегодняшнего вебинара это обмен не вебинара дамы что-то наподобие мастер-класса это обмен опытом да то есть это про то как психологу причем это даже не только психологу это и нумерологу коучу там эзотерику репетитор и экологично усвоит увеличить свой доход без там каких технических заморочек без то есть имея минимально опыт какой-то уже до практический опыт имея там багаж знаний определенных да это можно сделать уже сегодня то есть это не лайфхаки это не фишки там какие-то ну это это просто опыт через который я прошла мои коллеги многие прошли я на самом деле была несколько удивлена тем резонансом наверное да когда я поделилась то как я работаю что это оказалось новостью то есть я до сих пор была уверена что это все ну как бы очевидные вещи но как оказалось не совсем очевидные ну и собственно речь сегодня очевидным не очевидным скажем так мне бы заинтриговали доступ бы как так презентация слайда ну если это возможно я уже передала право что что надо сделать сейчас я проверю вы уже ага вот все я вижу ага вот как быстро все видно да все видно хорошо ну как я уже сказала да это экологичный способ да без всяких там купи купи и и прочее вещей ну вообще рабочие рабочие название да я же ну думала как как представить как как как-то структурировать это все это вот именно про про то как без технических заморочек это это было бы вот видно ну все таки да надо бы еще поменьше сделать что-то не все помещается на экран поменьше тогда попробую вот так а вот это попробуйте нажать слайд-шоу а она будет тогда проигрывать она управляется же вот слайд-шоу воспроизведение стекусь но она воспроизведение стекущего да о шикарно вот все вот они эти стрелочки я просто когда самостоятельно это делала у меня оно шло непрерывным потоком я не успеваю так быстро говорить как я уже говорила да это то что сейчас буду рассказывать это может практически любой если у меня есть хотя бы любой психолог любой репетитор то есть тот человек который предоставляет услуги и я буду говорить про онлайн вариант формат да потому что я давно уже в онлайне лет лет пять на в общем еще до пандемии там всяких я перешла в онлайн но это это к любому к любому формату работы возможно так это здесь вот ну еще раз а по мне да кто я много разных как у всех психологов куча всяких дипломов куча всяких инструментов основное мое направление это психосоматика женская помогаю выздороветь похудеть забеременеть все что по поводу беременности это мои результаты да беременность слава богу ну как бы у меня не было с этим проблем выздороветь в основном это про женские болезни да как я уже сказала и большой букет у меня был и в итоге когда я выбрала специально выбирала специализацию да это все знакомо ясно с тем что проходил я поэтому собственно и выбрала эту нишу ну и похудеть тоже те кто близкие люди которые меня знают они знают мой вес из роддома я вышла с весом сто два килограмма сейчас собственно шестьдесят семь да ну нет предела совершенства ну в общем с этим я тоже эффективно помогаю и также последние наверное года полтора уже я помогаю создавать витрину да для психологов коучей для тех кто хочет ну хочет расти скажем так вот что ж ну это обо мне а мне хотелось бы вот ну чтобы как-то подкорректировать возможно то что я буду говорить да узнать а кто здесь есть какие специальности я не спросила сразу могли бы поделиться то есть включить видео из из представиться кто-то мог бы или написать в чате тоже чтобы мы с евгением понимали кто сегодня пришел на нашу встречу извините не могу представиться потому что в транспорте очень удобно говорить ну я по голосу знала кто это коллега Виктория это Виктория а вот в чате у нас психолог психолог вот у нас да мне просто чат не видно а я да я смотрю чат да два психолога еще Виктория вот тоже психолог то есть у нас так я понимаю психологи ну отлично потому что в моих группах тоже больше всего психологов вот еще вот это тоже ответ да вот прям вот психологи ну отлично все я поняла тогда ничего корректировать в общем не надо потому что у репетиторов там и фитнес-тренеров там немножечко другая специфика поэтому я не буду акцентировать тогда на этом собственно тема мастер-класса да в том что очень многие психологи и я не исключение там недавнем прошлом да когда имеют там огромный багаж знаний навыков инструментов да опыт там отзывы даже проработав кучу самооценок проработав кучу там страхов да они ну работают за копейки ну вот правда обидно обидно потому что я сама понимала что вот пойду там еще куда-то получусь и вот ко мне придут может быть это вот все дело во мне может там еще что-то ну в принципе каждый наверное с этим сталкивался и каждому это знакомо ну во всяком случае в начале карьеры да то есть у всех дипломов там я не знаю стены оклеить там и все равно вот денег хватает там на оплату там кабинета на оплату там дороги транспорта там и прочее и тут проблема то в том что наступает выгорание да выгорание когда нет желания уже собираться на работу еще что-то когда нет не хочется даже вставать с дивана я думаю что многим это знакомо значит и вопрос собственно в чат не видно нет вопрос сейчас не менее я сейчас хотела бы задать вопрос да и и посмотреть вот как как строится как строится ваша работа что вы продаете клиенту вы продаете сессию вы продаете программу что вы продаете ну вот пожалуйста коллеги напишите в чате что вы продаете по вашему разово как как вообще у вас происходит что что вы делаете вот приходит вам клиенты дальше что как как строится ваша работа то есть от сессии к сессии либо это программный продукт либо это какой-то курс это про что как у вас это строится ежемесячная оплата это абонемент ну четыре сессии да то есть у меня еженедельные встречи но оплаты раз в месяц то есть они продают там десять встреч мы работаем ну я там как правило говорю год вот оплата ежемесячная каждые четыре сессии это ольга нам ответила кто то еще поделится пожалуйста мы будем очень рады как у вас это происходит ольга а вопрос сейчас к вам если сможете ответить а вот когда заканчивается месяц как вы аргументируете клиенту как вы ну какие доводы вы приводите да что работу надо продолжать или вот первая сессия когда вы озвучиваете год да я на первой сессии сразу обговариваю все условия желаемые результаты почему мы идем почему мы идем именно к этому то есть на установочной сессии на такой диагностический она у меня символически 500 рублей стоит вот но в основном во первых ко мне по сарафанке приходят то есть мне очень редко приходят люди там с интернет и не знакомые со мной вот а по сарафанке они все равно друг другом делятся впечатлениями и моими ценностями вот то есть ну моими методами и результат ну здорово а сколько вы уже в профессии два года наверное за два года вы вы что-то ну как-то обучались как вы вообще вышли на этот формат не разовых встреч ну я я пока училась мы работали в парах вот то есть и я понимаю что для меня некомфортно для самой смены партнера частая то есть мне именно в обучении понравилось работать в долгую ну и я поняла что нет мне не нравится изначально такая история что человек на сессию пришел потом куда он там ушел потом опять пришел не знаю как сразу я до этого дошла я сразу начала помесячную брать супер отлично у меня к сожалению не такой опыт был я очень долго года два или три наверное к этому шла чтобы до меня дошло что вот надо как-то как-то по-другому что что-то не так делать супер я вот например получаю оплату за каждую сессию то есть нету такого программы какой-то до на первой встречи мы обсуждаем да ну просто я например практику эмоционально образной терапии там может быть быстрое решение поэтому как-то именно что клиент платил сразу за месяц ну не так пока не поняла что хорошо ли это или нет то есть ну конечно это было было бы более удобно но просто я не знаю может быть клиент сможет через одну-две встречи уже и решить какие-то свои проблемы какие-то с локальными да чаще всего приходят проблемы с проблемами у меня дети 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 я работаю с детьми как песочный терапевт и со взрослыми тоже но обычно я начинал вообще как психоаналитический психотерапия то есть анализ это достаточно долго но все равно как-то я не дошла до того чтобы именно брать за месяц когда изучила еще эмоционально образную терапию поняла что там возможно будет быстрое решение тут тоже вот не знаю вы скажите евгения вы же тоже эмоциональный образный терапевт поэтому интересно ваш опыт ну я чуть дальше расскажу да как из чего из чего строится нам марьяна присоединилась может быть она скажет тоже как у нее это происходит за каждую сессию или сразу за ряд сессий нет я беру за каждую сессию вроде проблем не вызывает мне наверно так удобнее что прошла сессия получила деньги все как бы удовлетворены результатом но насчет оплаты как бы пакетами не знал мне наверно сама как-то пока с этим нету идею почему так можно сделать мне поэтому я беру посессия спасибо есть зона роста до определена чуть дальше да я расскажу еще о форматах какие возможны вариант вот только нам уже сказала да что у меня были на четыре сессии по месячной оплатами она берет потому что ей так комфортно и здорово что она это почувствовал уже самом начале своей работы на следующем слайде счастлива покажу я выделила это отдельным для построения своей для улучшения скажем так финансового своего благополучия как психолога да без всяких там реклам без всего я выделила самые основные вехи это я работаю с психологами по большой программе в личной терапии и когда готовилась к этому мастер-классу я для себя определяла что бы я сюда могла вот самого основного такого выделить и я столкнулась с тем но как бы в девяносто девяти процентов случаях тех клиентов начинающих психологов с которыми я работала я столкнулась с тем что психолог когда продает вернее когда он заканчивает работу если он самый первый озвученный вариант результата он не получил то он начинает себя обеспечивать обесценивать вот прям даже вчера разговаривала на эту тему с коллегой который для которой было страшно браться за более опытного к ней в клиенты пришел человек которого она считает более опытным более грамотным более подкованным и она она проговорила такую фразу что что я могу ей дать да то есть она обесценила те результаты которые 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 по ходу пьесы скажем так вырисовываются и тем самым обесценивая себя и отодвигая таких вот спецов которые к ней идут но она их не берет в работу тем самым уменьшая себе доход и поэтому я это отдельно прям выделила да что мы продаем не только осязаемый результат да не только то что можно там потрогать лишний вес или там болезнь там сдать анализ и померить давление да но и то что у человека меняется вообще его вся жизнь и вот это нужно прям присваивать особенно на начальном этапе да не только на начальном вообще всегда держать фокусе внимание психологу что мы даем не только осязаемое но мы даем там новые привычки или какие-то модели поведения да смена фокуса внимания если человек там зацикливался всегда на негативе то теперь он начал думать о позитивных моментах и жизнь вроде бы как-то та же самая но человеку легче переносится это да новые действия которые то есть вот вот эти результаты нужно четко понимать психологу для того чтобы внутри росла вот эта ценность потому что это очень важно когда внутреннее состояние психолога самообесценивающе скажем так он будет обесценивать те результаты которые он дает если он не дал конечный вот запрос да не сделал значит вот это все вообще нивелируется и если человек не чувствует своей ценность то что он дает там самооценку программы алгоритмы там еще что-то да если он этого не видит ну соответственно он не будет браться за других клиентов которых которым он не уверен что дает результат и здесь нужно очень четко для себя прописать да что я какие изменения я даю и это прям знаете вот есть такое понятие речи в лифте чем я могу быть полезен а то что я делаю там повышаю самооценку да я меняю программы я избавляю там от привычек я даю новые знания вот это должно у нас от зубов отскакивать и тогда наше состояние меняется да свое ну как самоценность растет ну плюс еще конечно личную терапию никто не отменял да и супервизии и все же мы знаем что клиент приходит на состояние то есть если человек в состоянии потока в состоянии драйва какого-то до психолог он он даже новые какие-то техники сразу же вот прям рождаются да в процессе сразу какая-то новая информация приходит откуда то есть результаты они начинают в разы лучше и вот это вот нужно прям запомнить прям запомнить да и и знаете помните об этом всегда то есть здесь ну про присваивание этих результатов даже промежуточных нужно для себя самого ну как как психолога деньги про деньги вот если можете кто-то может кто-то может не может сколько вы хотите получать в месяц может кто-то поделиться я хочу стабильные 150 стабильные 150 а сколько стоит ваша разовая сессия сейчас три с половиной то есть если мы ну а сколько это получается клиентов сейчас есть одно но у меня не час у меня три часа три часа а в день сколько вы можете тогда четыре максимум четыре на четыре четыре часа это двенадцать часов перерыв между ними на покушать на еще на что-то ну да тяжеловато то есть даже если мы на 3 500 делим то есть это 43 консультации в месяц у меня два выходных в неделю я занимаюсь спортом сегодня сверховые езды к вам пришла из парка аттракционов слушайте но ольга уникальный человек да конечно дело ваше я пересмотрела стоимость вашу как минимум поэтому я сюда и пришла я понимаю что если перевести на почасовую то у меня очень-очень-очень дешево то есть ваш час реально стоит сколько тысяча рублей до 1000 там 1200 ну да маловато но у меня успокаивает что я живу в регионе вот для регионов я неплохо зарабатываю ну конечно хотелось бы больше ну да поэтому я здесь хорошо ольга это частная практика у вас да да я работаю онлайн не только но для своего региона я очень дорогой психолог ну то есть за три с половиной у нас мало кто пойдет к психологу поэтому я работаю с другими регионами и странами ну смотрите получается что для того чтобы получать стабильность 150 тысяч вам необходимо ну вкалывать как минимум да и не факт чтобы ну да то есть я один раз в мае я допрыгнула до этой цифры пока июнь я не знаю к чему идет еще пока не подводила итоги вот но мне бы хотелось конечно более уверенно зарабатывать эти деньги ну вот я здесь привела пример 100 тысяч да то есть не 150 потому что те которые ко мне приходят в работу да они начинают и у них не так много консультаций сколько хотелось бы да учитывая там парковки транспорт и прочее аренда кабинета то дай бог чтобы каждая из них там выходила на 50 тысяч и это вау еще кто то то есть здесь смотрите если ваша вот ольга ваша лично да ваша программа здесь еще вообще-то надо где-то взять этих клиентов да вот такое количество сколько там получилось 40 43 клиента пока 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 12 получается клиентов пока вот в этом да и смотрите вот если сделать программный продукт ваш да и поставить не месячный абонемент а именно программу и ну например на я не знаю сколько у вас там получается 3 500 ну на 30 тысяч двухмесячную если взять да то вам же в разы меньше надо клиентов чтобы выйти на этот уровень то есть если вы создавали создаете программу и продаете клиенту как программу да то в разы меньше и работаете вы в разы меньше вот программа да как составить эту программу для клиента вот что какие вопросы вы задаете вот если пофантазировать да приходит вам клиент денежной темы да и вот вот это то что я сейчас вот эти как бы вопросы это часть тех вопросов которые обычно я задаю на на первой диагностической этой сессии и вот если сейчас вот вы возьмете сами себе распишите то есть наша задача сейчас да чтобы у вас было четкое видение зачем почему для чего то есть вы сами себе сейчас обоснуете зачем деньги у нас всегда целевые всегда они по цель должны приходить да и вот вот прям сейчас возьмите ручку листочек и пропишите ольга у вас уже там 150 тысяч сколько вы хотите получать мне 150 тысяч почему именно эту сумму да это вам нужно каждый месяц или разово нет нет мне это нужно каждый месяц и стабильно обоснуйте почему потому что у меня много желаний и обязательств то есть мне надо за лето например накопить на путешествие за осень мне надо закрыть кредит за зиму мне нужно накопить на ремонт вот ну в общем как-то так и это примерно вот вот такие вот суммы насколько важно вам получается от 1 до 10 именно вот такую сумму в месяц ну это такой должен быть стабильный минимум ну то есть это не потолок здесь вопрос не не в цифре наверное а именно в стабильности то есть я цифру я допрыгнула мне важно каждый месяц удержать да четко быть уверенной что я эту цифру заработаю и вот важность вам вот этой средней скажем средней или минимальной цифры да насколько важно вот от 1 до 10 как вы оцениваете ну наверное я не знаю почему но первое что пришло на ум 8 ну 8 это много достаточно почему важно вы уже как бы сказали потому что надо путешествие надо ремонт надо то надо то и что вы готовы пахать видите вот сейчас ладно это я потом сейчас я напишу напишу хорошо что может помешать какая-нибудь болезнь может помешать что еще может помешать может помешать эмоциональное что-нибудь там не знаю какой-нибудь тяжелый клиент который меня вышвырнул эмоционально и я потеряла работоспособное состояние состояние еще может помешать само путешествие ну оно же запланировано но не может помешать вот но доход то на этот месяц все равно падает то есть у меня если я уезжаю я мало того что трачу деньги я их еще и не зарабатываю и заработок останавливается вот что еще может помешать еще может помешать какая-нибудь магия что у меня уйдет там несколько клиентов и я просяду то есть если несколько клиентов уйдет я не могу на это влиять то есть на их место у меня нет в запасе на их место то есть если что-то там сейчас случится а сейчас вообще не знаешь что ждать то есть и кризис и война и причины у всех разные вот если несколько клиентов уйдут то все да я сильно просяду и вот к вам пришел этот клиент он проговорил вам что вы ему предложите но это вопрос для всех это не только для ольги можете написать в чате да если можете можете в чате сейчас неудобно вам то можете в чате написать что если бы мне вот так же ответил как я клиент что бы я ему посоветовала предложили не посоветовали советовать вы будете когда он у вас купит а вы сейчас предлагаете у вас это это стоит 500 рублей правильно я знаю то есть сессия ну первое да диагностика что бы я ему предложила и он уже пришел да ну я-то только терапию предлагаю что еще но себе бы я предложила наверное как-то с соцсетями у меня большие проблемы то есть я реально не знаю как продающие тексты писать то есть я нигде не афиширую что ли особо не делитесь со вселенной чем вы можете быть полезна да вот смотрите что сейчас мы сделали терапия это процесс человек нужен результат да вот то о чем я чуть раньше говорил по результатам вот этих вопросов да что сейчас повысила повысила важность этой темы в глазах клиента да прояснила для себя что нужно клиенту для того чтобы получить этот результат если мы задаем вот эти вопросы и получаем цифру ниже восьми клиент не пойдет в это и что бы мы ему не предложили он даже если он купит даже если он приобретет этот пакет за месяц он будет саботировать он будет забывать у него будет что-то случаться он не пойдет решать эту проблему то есть вот этот порядок ну вот несколько вот этих из коучинга у пентасевича обучалась многие вопросы так это надергала то есть если человек сам для себя не продал он у вас не купит и тогда мы можем ну вот танцы с губнами мы будем плясать он не будет решать эту и потом он и вас обесценит и вы устанете и вообще как у меня вот вчера тоже клиентка говорила она говорит я каждый день иду как на экзамен что я еще могу ей предложить что я еще могу сделать никому не надо такое состояние никому не желают этих клиентов и быть в таком состоянии то есть мы сейчас проявили насколько важно человек следующий вопрос может быть если ей ниже восьмерки а что что в твоей жизни там или вашей жизни что сейчас горит и остро на 10 вот что прямо сейчас на 10 вам и человек может сказать все что угодно ко мне вот реальный пример приходит девушка говорит ну у меня стопроцентная психосоматика я сама психолог у меня там цвистит молочница спина и что-то еще и что-то еще не помню что там было и она называет цифру на 6 ну все для меня это маркер она не пойдет это решать и когда я у нее спрашиваю а что для вас вот почему 6 это достаточно много но недостаточно для того чтобы это решали это хронь а хроня она такая вялотекущая фоном она не пойдет решать я говорю а что сейчас вот горит она говорит мужа ненавижу понимаете и начинает рассказывать свою историю и я снова ее прогоняю по этим вопросам да что с мужем а что не устраивает а что хотите а почему важно а насколько важно что может помешать и человек уже раскрывается и она сама себе рассказывает что ей нужно сделать и вот сейчас у нас с Ольгой то есть вот это вот пахать фраза пахать значит есть установка что деньги достаёт с тяжелым трудом и для того чтобы их получать надо вот скалывать по 12 часов в сутки как что она собственно и делает то есть это убеждение с которым мы можем работать смена убеждений которая ведет к уменьшению трудозатрат увеличению ну и при тех же трудозатратах ведет к повышению потолка болезнь да что может помешать болезнь то есть мы уже здесь можем спросить а есть что то да какое то состояние и уже клиент говорит ну там вот надо там раз в полгода там или еще что то потом опасения что уйдут клиенты что то случится то есть вот с этими опасениями как мы знаем да влияют на наше состояние вот это наши страхи и мы можем предложить ей убрать установки проработать вот это вот программу это не установка уже это уже программа что она должна пахать да улучшить состояние здоровья помочь с накоплением подушки безопасности чтобы у нее была подушка на момент ее путешествия да ну и попутно если умеем конечно не умею продающие писать посты но мы можем где-то взять консультацию человека которого который это может и мы можем это ей уже предложить как программу и говорим что я выяснила у тебя вот это вот это и вот это по моему опыту работа со страхами она длится столько работа с переписыванием сценария там или программа она длится столько на зависимости от вашего метода чем вы работаете да улучшение вашего состояния здоровья в зависимости от диагноза который вам называют там это длится столько и я сейчас насчитала ну как минимум на 4 месяца как минимум на 4 месяца да ну сейчас я так совсем общее и вы знаете что за эти 4 месяца вы можете гарантировать что вы проработаете это 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 и это и говорите вот разовая консультация там у меня стоит столько а программа ваша индивидуальная да с учетом вот это что мы будем делать это будет столько но только тогда когда человек у нас спросит а сколько стоит то есть если человек у вас спрашивает а сколько это стоит значит вы ему продали результат он уже практически купил и для этого нужно прописать для себя варианты ну какие вообще варианты вашей работы отлично что есть абонемент а есть еще и другие форматы и у вас должна быть прям перед носом не за первое время бумажка на которой расписано сколько у вас стоит это сколько это столько это и так и объясняет даже что разово проблемы многие не решить но работу там проблему со страхом ладно еще как то можно одну да если проблема с болезнями но это 2 3 каких-то да и в зависимости от состояния если мы берем болезни там по там по онкологии но это это сто процентов даже не два месяца ну вы все прекрасно знаете да что там пласт огромный с которым предстоит работать то есть мы выяснили эти шаги рассказали о формате работы как вы работаете с чем вы работаете какими инструментами какие результаты вы можете гарантировать а это вот предыдущий тот слайд да и соответственно вы предлагаете клиент понятно мария написала гениально да спасибо мария понимаете и вот если вы сейчас себе запишите и продадите сами себе вот эту программу вы точно совершенно продадите ее клиенту можно ну все знают да как как мы можем самим собой еще работать если по этому да сесть на стул там напольный якоря ну в зависимости от того кто каким методом владеет там игрушку подушку все что угодно можно есть вопросы по по вот этому блоку у меня там немного на самом деле этих слайдов слайдов готов то есть нам важно сейчас вот почему для нас это потому что деньги приходят под результат деньги это просто средства что мы получаем а почему так важно там ремонт горит там путешествия хочется там еще и вот это хочется еще и хочется верховой ездой с то есть актуальность то есть актуальность острота какие инструменты мы имеем да вот те дипломы которыми у нас комната оклеена и делаем предложение клиенту с учетом тех ответов что он нам дал причем записываем его словами да то есть мы зеркалим ему я его же фразы и тем самым если у нас клиент аудиал и он постоянно там я слышу я там это то есть мы такими же словами с ним и говори теми же словами то есть мы его словами делаем ему предложение и плюс еще повышаем мотивацию человеку потому что он но он сам себе отвечает почему это важно и почему это важно делать там прямо сейчас ну потому что дальше куда лучше и тем самым мы и человеку вселяем уверенность что у него у вас есть инструменты готовые для для его работы ну и собственно какие программы ой вот перед перепрыгнула собственно что мы можем предложить видно а вот здесь вопрос у нас а чем программа отличается от просто сессий значит все таки еще пока не было не совсем понятно вот чем программа отличается от просто обычных сессий обычная сессия она обычно идет из актуального острого запроса так ну здесь небольшое вступление по поводу мотивации от мотивация к да то есть как что такое разовая сессия это мотивация от то есть когда человек убегая от проблемы прибегает психологу ее решить вот ему там захорошела все он побежал дальше но глобально его ситуация она не поменялась то есть ему стало легче и он снова пошел нарабатывать те же самые шишки а программа это мотивация к то есть мы ставим цель которой мы идем и на пути к этой цели мы прорабатываем вот то что мешает прямо сегодня уже это получить то есть мы меняем мышление меняем установки меняем программы то есть мы фактически ускоряем и тогда актуальных острых проблем их уже будет в разы меньше потому что мы в процессе мы и обучаем также клиента справляться с этим во первых он становится спокойнее он начинает реагировать по другому да он уже другими словами какими-то оперировать то есть фактически программа отличается от обычной сессии это то что сессиями разом мы запекаем дыры вот в у человека в жизни а программой мы его переориентируем на то что жить можно вообще по-другому плюс еще когда мы на первой сессии проясняем моменты да мы ставим себе вот эти клиент может забыть что он там проговорил но мы ставим для себя темы для проработки например страх болезни или вот непонятная ситуация в мире это значит про что скорее всего про неуверенность внутренних опор про работу над внутренними опорами что я опираюсь на себя и чтобы не произошло в этой жизни да я вот справлюсь как в ковиде помню у меня был такой провал я же в онлайне работала и думаю блин ну двадцать семь тысяч как на них прожить ну никак двое детей квартира кошка да там тот тот и как я за апрель месяц там я просто не помню какого это года двадцатого наверное получил двадцать семь тысяч как прожить ну понятно что у меня есть еще другие источники дохода но это вообще не вариант да и что самого страшного произойдет да в пятерочку пойду этим кассиром уж моего высшего образования хватит понимаете то есть вот обретение внутренних опор то есть мы в программе мы обучаем человека ну даже не то что обучаем мы помогаем вырасти и в собственных глазах и в глазах окружающих и он уже глобальные мысли вот что такое программа это не затыкание дыр это другой уровень то есть мы переводим человека мы помогаем человеку перейти ну вообще на другой уровень ответила ответили да на ваш вопрос да ответили да вот и варианты это мои честные варианты честно это мои варианты вот месячное сопровождение у меня там нет вот надо еще один вариант значит туда включить почему у вас тут написано программа на один пять на полтора на полтора месяца это полтора месяца нет по месячному не разбито здесь годовое сопровождение такие клиенты тоже есть их немного они обычно приходят после того как уже чего-то там проработали со здоровьем и им хотелось бы просто как присутствие скорректировать какие-то цели наметить какие-то планы снова что-то по-новому поменять жизнь да то есть вот можно предлагать не факт что сразу же у вас кто-то там это купит но у вас вы прописывая каждую свою стоимость этой программы вы для себя расширяете рамки возможностей потому что если вам зададут вопрос какой-то по поводу вот этого сопровождения а вас не будет готового ответа ну вы что-то в лучшем случае там что-то сообразить что-то будете придумать на ходу но мы же транслируем уверенность тогда когда мы правда в это верим и люди они же любые люди особенно дети они же очень четко считывают состояние если они какую-то вот неуверенность словили это чувствуется как обман неуловимое не то знаете ложечки нашлись осадочек остался здесь про это то есть если у вас вообще есть такое понятие как годовое сопровождение значит вы найдете быстро сообразите как программу как чего фактически надо чтоб оно было все придут хорошо не придут ну значит не придут у меня годовое сопровождение строится тогда когда вот как я уже говорила после решения проблем со здоровьем человек хочет что-то другое и тут классическое колесо мы смотрим какие сферы провальные что мы можем делать шкалируем от 1 до 10 да что что важнее что не важнее и уже строим назначаем 3 провальных 2 3 самые провальные вот над ними и работаем автоматически подтягивается и остальные сферы да то есть это годовое сопровождение ну программа это базируется на в основном на вашем опыте да сколько для решения той или иной проблем нужно было то есть тут также стоимость себе пишите то есть чтобы это у вас было прям запомнилось самое дорогое да вот это вип-день ну если брать раз это практически у оксаны каждый день несколько клиентов идут на вип-день то есть у меня это например 4-5 часов с одним перерывом да и мы по кругу прорабатываем одну и ту же проблему намечаем стратегию достижения какие шаги что там мешает что помогает то есть мы вот комплексно это ну это если разобрать а что там ну вот программу как я уже сказал полтора там 3-6 месяцев каждый может выбрать для себя свой вариант да сколько комфортно 3 месяца значит предлагаем 3 6 значит предлагаем 6 6 здесь стоимость разовая она должна быть дороже потому что вы на разовой сессии вы выкладываетесь больше чем на программной сессии потому что программа она обычно вы уже сталкивались с этой проблемой вы уже знаете как ее решить вы примерно понимаете что кто ожидает да вот эти гипотезы терапевтические у вас уже заранее есть ну вы их только все равно же проверяете то есть для вас для вас это проще и человеку когда он четко понимает что есть какая-то структура есть понимание как его ведут ему легче встраиваться в это групповая программа да чему какой есть у вас универсальный инструмент который вы можете дать группе ну вот решить какой-то один там микро запрос например групп там может много я он по гомеопатии я на двухгодичную группу пошла да там конечно много чего там именно про гомеопатию да а может быть у вас групповая быть как я не знаю как тот же самый мастер-класс как там что сейчас модно забыла слово неважно какие-то каворкинги вот что-то там в этом роде да то есть что-то воркшоп точно 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 спасибо то есть то что вы можете локально предложить и это сработает на многих клиентов ну групповые обычно это тогда когда вы уже знаете что вот этот инструмент вот эмоционально-образной терапии да там я не знаю та же самая туча она сработает на всех ну просто у меня не было клиентов на которых бы это упражнение не возмело действует ну всегда на всех работает ну стратегическая сессия это когда вы только прорабатываете шаги да намечаете это вот для уже тех которые в основном мужчины идут в основном мужчины идут и мы через обратное планирование да но через поучинг мы идем какие шаги намечаются и есть у меня еще два пакета которые это бюджетные два варианта значит базовый пакет это когда я провожу первую диагностическую вот эту прям подробную подробную собираю все что может помешать все что может там продвинуть выясняю уровень подготовки этого клиента насколько он там обращался психологом не обращался и я готовлю программу практически для самостоятельной проработки этого клиента то есть я техники собираю подбираю выбираю раз в неделю я ему отсылаю задание обратная связь ну понятно что в телефонном режиме задаются вопросы по этой программе и человек самостоятельно идет ну и собственно стартовый пакет то же самое только уже без обратной связи я говорю я точно знаю что в этом в этой ситуации такая техника такая 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 я эту программу готовлю и выдаю клиенту и в конце корректирую то есть одна сессия фактически две сессии первая и последняя и стартовый пакет ну проведение говорила что там прорабатывается и страхи что может помешать кто заинтересован ну тут уже вот выкладываетесь тут уже по полу это четыре с половиной пять часов в день с одним перерывом ну собственно разовая консультация почему я крестиком пометила потому что локально решаете ну правда локально пришел понимаете да вот стратегическая сессия это одна и по стоимости там относительно других сессий как она выглядит то есть она дороже она дороже чем обычная разовая сессия плюс ну 25-30 процентов и вы на ней просто прорабатываете стратегию дальнейшей терапии и коучинга или дальнейших действий клиента самостоятельно действий клиента самостоятельно но там не про терапию в основном сюда идут мужчины на стратегические ну а это либо из бывших клиентов либо это мужья бывших моих клиентов которые по сарафанке тоже все ну вот из последних примеров это затык в бизнесе логистическая компания непонятно что дальше делать непонятно как дальше делать да и берем ну здесь коучинговые инструменты да и обратное планирование и повышение ясности и что там еще и разговор со значимым человеком много там разных есть инструментов коучинге и мы прописывали под запись опять же да ну под видео запись те шаги которые ему надо сделать для того чтобы прояснить то есть я помогаю приподняться над этой ситуацией посмотреть это вот с точки зрения высоты птичьего полета и человек начинает видеть те шаги которые были не незаметно невидимы перед тем как прийти ко мне все это ну это около двух часов просто я не представляю три часа работать правда вот ну вот собственно что вот этого то есть что нам нужно для того чтобы увеличивать это умение строить программы ну вот программу какой-то продукт предлагать из того что вы услышали из того что вы увидели из того что вы узнали да то есть то что вы можете гарантировать вы можете гарантировать потому что вы точно знаете что изменения будут ну правда изменения в любом случае будут потому что вы ну во-первых они неизбежны эти изменения если человек начинает с вашей помощью что-то делать по-другому, ну, 100% результат будет. Тестирование важности запроса. То есть на этом вы уже строите двухшаговую. Если для него вот он пришел про деньги, а для него горит другое, вы сначала работаете с тем, что горит, а потом идете про деньги. Это уже программа. Описать свои, конечно же, программные продукты хотя бы, чтобы это было на уровне плана. Вот, собственно, вот такая вот технология, наверное, скорее всего, это называется. То есть про программы, про результаты и про гарантии. Ну, вот, собственно, и все. Первичная встреча, на которой объясняются какие-то варианты работы, она столько же стоит, что и дальнейшие сессии? А у меня она бесплатно стоит. А, она бесплатно. У меня бесплатно, но можно также и те же самые 500 рублей, да, брать. У меня бесплатно, потому что, ну, во-первых, мы знакомимся. Все, что угодно, может повлиять на результативность. Не понравится им цвет волос, цвет глаз, там, я не знаю, у меня в очной работе у меня была клиентка, которая зашла в кабинет, остановилась на пороге. Первый раз, да, она пришла, и она остановилась и начала принюхиваться. И только после того, как она там сделала для себя какие-то выводы, она зашла, и я задала вопрос, ну, с чем, собственно, связано. Она говорит, мне важен запах ваших духов, потому что у человека очень острое обоняние, она говорит, я не смогу, если мне ваши духи не понравятся. То есть на этой сессии мы знакомимся, может быть там стиль речи, может быть тембр голоса, может быть скорость речи мне понравится, может быть ей, я не знаю, может она просто поныть пришла, да, и если ей ничего не горит, если она просто пришла поговорить, ну, не надо таких брать в работу, надо же о себе тоже как-то заботиться, потому что если мы, почему бегемота тяжело тащить из болота, потому что вылезать неохота, а мы работаем в тандеме, ну, не надо больше за клиентов делать, чем они готовы делать, вы гарантируете то, что вы делаете вклад, что вы, вы что гарантии какие даете, что вы на 100% вы делитесь тем, что у вас есть, вы на 100% уверены, что изменения будут, если человеку это важно, так, то есть, первое, это знакомство, прояснение, вообще вы с этим запросом работаете, не работаете, может она там, я не знаю, в космос хочет полететь, да, у него какой-нибудь нереальный вопрос, запрос на, ну, хотя я бы, наверное, взялась, мне интересно, потому что на Северный полюс у меня уже ездили клиентка, и она таки плавала туда. И в онлайне тоже бесплатно первое ознакомство? Первое, да, в очной я первую не делала платное, ой, бесплатное, в очной сразу, вот, сразу проговаривали по телефону, да, я говорила, давайте созвонимся, чтобы я вообще могла понимать, могу я с вами работать, не могу, потом я проясняла эти некоторые вопросы, предоплату брала сразу же, потому что, ну, стоимость кабинета мне в парковка на белорусском вокзале, что-то очень, как-то сейчас вообще я на днях тут была, не порадовала стоимость, и, собственно, собственно, начинали тогда работать, то есть все равно платная была. Ну, вот, первое очное, было платное. Онлайн нет, первое, я первое бесплатное. Ну, то есть у нас презентация уже закончилась, да, завершилась? Ну, в принципе, да, 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 домашнее задание. Домашнее задание это для тех, кто хочет на самом деле сделать, сделать, ну, что-то по-другому, да, которое уйти от разовых консультаций, и, ну, это же гарантирует, понимаете, во-первых, меньше на поиске клиента, меньше тревоги, да, повышается самооценка, потому что в процессе написания того, что вы можете дать клиенту, вы, ну, как бы, снова в это погружаетесь, да, вы снова знаете, вы снова погружаетесь в результаты клиента. Вот. Я считаю, что это вообще очень важно, потому что, вот, именно держать это в голове, что вы сейчас сказали, Евгений, потому что и я сама, и были мои коллеги, кого бывало вышибал с первой встречи, если клиенту что-то не понравилось, да, то есть и он как-то выливает на тебя негатив, а на самом деле просто ему надо что-то другое, он пришел, может быть, как вы сказали, просто поговорить или там вас же обесценить он пришел, например. Конечно, то есть дело-то тут не в вас. Да, вот поэтому это очень важно вот это иметь в виду. Ну, помимо вот тех результатов, которые мы даем, их присваивать, да, нужно понимать еще разные какие типы клиентов-то бывают. Бывают такие, которым приходится просто поныть, да, бывает, ну, мы либо принимаем вот таких нытиков, да, и да-да-да, да-да-да-да, ну, там, своими какими-то методами, либо мы пытаемся, особенно в начале, пытаемся их там на что-то, на достижение каких-то результатов переориентировать. Либо вот у меня сейчас есть в работе клиентка, пятый год она ко мне ходит, ну, как бы мы с ней работаем, пятый год. Мы проработали вот просто все, все, что могли, там, и заикание, страх высоты, фобия там у нее была, и летать она не могла, и в море купаться не могла, и в итоге там она ее работу сменила, машину купила, и т.д., и т.п., и сейчас она приходит просто, ну, а поговорить, понимаете, просто поговорить, ну, хорошо, тоже, да, в процессе она там пришла, там, а, там клиент был, ну, давайте поработаем, а так чаще всего наша встреча начинается с того, ой, вы знаете, я не знаю, что я хочу сегодня проработать, мне вроде ничего не надо, ну, вы там, вот там я видела вас там, вы обучались где-то, расскажите мне, что там нового в мире происходит, в мире психологии, и такое тоже есть, ну, почему нет, ну, да, мы же все знаем, что для того, чтобы выучить, нам надо кому-то этого обучить, вот я ее и обучала всем, и Пентасевичу, и Петрову, и Фролову, и Веселага, и кого я там только не проходила, да, почему нет, ну, да, Евгения, можете уже закрыть презентацию, да, чтобы мне... Да, 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 как-то сделать, вот так вот, если у вас все, то есть по презентации. Ну, да, у меня по презентации все, вот так вот я поставлю, или как это сделать? А, просто выйти из... вот там вверху вот в самом верху есть зеленая полоска, и там вот вам надо закрыть. А, вот, вы запустили демонстрацию экрана, вот, и как это остановить совместное использование? отлично, все. Можно я вопрос задам? Да, конечно. конечно. Смотрите, вы сказали, что клиент, например, пришел, хочет прокачать деньги, но у него эта тема, например, на 6, и его на самом деле беспокоит на 10 семейное отношение. Вы сказали, что программа состоит из того, что сначала мы прорабатываем семью, то, что на 10, и потом переходим уже к деньгам, то, что на 6. Правильно я поняла? Да, да. А было ли у вас на опыте такое, что клиент говорил, что нет, я в семью идти не хочу. Да, меня это беспокоит на 10, но вот именно к вам у меня задача деньги. Да. Как вы тогда работаете? Хорошо. Тогда я говорю, у нас, ну, что я говорю, по результатам актуальность вам это горит, значит, у вас там есть накопленные какие-то негативные эмоциональные там зажимы и прочее, да. То есть мы сейчас тогда с вами, мы не идем в тему, но мы идем через актуальное ваше состояние. То есть то, что у вас на поверхности, то, что накопилось у вас там в теле, мы его сначала нейтрализуем, потому что, ну, и тут лекция, да, что человек может либо там рационализировать, думать, либо эмоционировать. Вот для того, чтобы эффективнее думать, нам надо убрать эмоциональный заряд. Тогда мы убираем этот эмоциональный заряд, который вы накопили вот в теме семьи. На это потребуется там 2-3 сессии, и мы, стабилизировав ваше состояние, мы тогда переходим к теме, ну, теме вашего запроса первичного. Окей. Вот так. Хорошо, поняла, спасибо большое. Коллеги, есть возможность, у нас еще есть 15 минут, есть возможность задать прямо Евгении вопросы. Я думаю, напрямую это всегда лучше. если, я надеюсь, что я что-то новое для вас показала, открыла, не открыла, ну, хотя бы немножечко там расширила понимание, что у вас всего достаточно для того, чтобы получать больше вот с теми навыками, с теми знаниями, с теми умениями, которые вот сейчас есть. Мария написала вдохновили. Да, вам спасибо. Можно делиться отзывами? Конечно, да, может, если, или вопросы задавать, или поделиться, да. Ну, скажем так, я только начинающий психолог, и для меня это было все новое. И вот как раз, Женя, спасибо, что пригласили, потому что у меня вот эта тема, которую мы сейчас делаем, она стала очень остро. Я хотела где-то эту информацию получить, и уже начинала в Ютубе смотреть. И тут вы мне приглашение, поэтому большое спасибо. Но я не понимала, например, как бы, работая с людьми, я понимала, что за один раз не решишь, нужно очень долго. Но в то же время я слышала, что некоторые психологи за один раз какую-то проблему решают. И вот у меня здесь был такой ступор, потому что я понимала, я за раз не решу, мне нужно долго. Сейчас я поняла, что есть программа, да, это как бы не за один раз решается, и даже опытные специалисты не за один раз программу создают. вот это для меня была очень важная информация. И плюс еще я очень боялась, какие клиенты попадутся, да, потому что есть осознанные, которые что-то понимают и приходят, а есть такие, что, как вы говорили, обесценивают. Вот этого момента я не понимала, но я теперь поняла, что я могу сама себя выбирать, с кем работать. То есть человек нравится, если я уверена, что я смогу, да, то я берусь. Если я понимаю, что не смогу, то до свидания. Вот, тоже такое важное. Ну, можно передать коллеге, то есть можно коллеге, просто сказав о том, что я именно там не работаю в этой тематике, скажем, да, в этом. Да, я вот в этом. Такими запросами, например, я работаю. Да, но бывает такое, что и вот несмотря на это клиент все равно говорит, я знаю уже там тебя, я знаю твои результаты, я все-таки по этой теме хочу с тобой поработать. Да, это вот тоже вчера, вчера или позавчера буду. Разговаривали тоже с коллегой, и она говорит, не знаю, чего делать, вот клиентка с лишним весом я не работала, а вот ты работаешь, а подскажи, что делать. Да, я говорю, ну, хорошо, ты с эмоциональным состоянием работаешь, работаешь, ты знаешь, из чего лишний вес складывается, знаю там, в страхах, в желании быть более ценным, более важным, более там, заметным, ты вот с этим можешь помочь, с этим, с этим могу. То есть, разбили слона по кусочкам, да, и она выстроила уже свой алгоритм, как она своими инструментами будет прорабатывать тему лишнего веса с этой клиенткой. Все. То есть, и на этом, как бы вот, вот так, ну, либо передаем клиенту, ну, клиента коллегам, для этого надо записной книжечки иметь, как минимум там нескольких человек. У меня есть детский психотерапевт, у меня есть клинический психолог, да, это из близких, которые мы там отправляем друг другу периодически, а, и есть еще эзотерик, да, вот, мы вот направляем друг дружке периодически. Вот здесь написала, Елена Велисова написала, буду благодарна, если поделитесь опытом, где и как находить новых клиентов. У меня нету этого опыта на самом деле, потому что, ну, как нету опыта, они приходят по сарафанке, но в самом начале, в самом начале я создавала бесплатно, приглашение на бесплатные консультации за 100 рублей, вот я освоила там внутреннего ребенка, предположим, на эмоционально-образные, или там на гештальте чего-нибудь там изучили, да, я говорила, у меня вот появился инструмент, мне надо его отработать, пожалуйста, придите, стоит 100 рублей, 100 рублей, все, и просто вот расписывала, я реально отрабатывала, да, и говорила, буду признательна за опыт, это было страшно, ужасно, это было до дрожи в коленях, но у меня фокус, да, что мне правда надо отработать этого клиента, и правда нужно понять, а как вообще это строится, когда мне деньги дают за то, что я говорю, то есть, а так, я не знаю, откуда они приходят, правда, ну, на Б-17 зарегистрировали, на самопознании, там, в Инстаграме иногда что-то подписываю, там, в ВКонтакте есть, на заправке на днях тут раздала визитки, потому что меня очень выручили, мой косяк был, правда, я там была не права, ну, в общем, всю историю эту решили, я раздала визитки, сказала, всем бесплатно, вот всем, кто участвовал в решении моего вопроса, всем бесплатно, всем бесплатная сессия, это же будет диагностическая сессия, понятно, что я пользу какую-то дам человеку, то есть вот даже проясняя, просто проясняя, задавая эти вопросы, конкретизируя для себя, зачем мне нужны деньги, как в случае с Ольей, зачем, для чего и почему, она уже для себя уже выстраивает, что фокус, да, ей вот там надо, то есть она уже туда направлена, поэтому, где можно, где нельзя, четко должны проговаривать, вы кто, да, кто вы, чем вы можете быть полезны, не просто написать, что я психолог, я предназначение там, чем поможете, если вы работаете со здоровьем, так и напишите про здоровье, если вы работаете про деньги, так и напишите, что вы поднимаете, ну там, потолок, да, или там прорабатываете негативные установки, связанные с деньгами, человек должен понимать, вы кто, ну психологов их много, мне кажется, что сарафанное радио это самый эффективный метод нахождения клиентов, потому что я имею профессию в другой области, 25 стажа, и я только через сарафанное радио, все 20 лет, мне через сарафанное радио было клиенты, по-другому я никак не стала, одному сделала, понравилось, пошли, передали, я не хочу спросить у вас, а вы когда начали впервые работать, когда еще в институте учились, или уже по окончанию? Раньше. Как начинали, и когда? Историю, Татьяна, у нас есть еще время, да? У нас есть еще, хорошо, 10 минут. Ага, ну, в психологию я пришла благодаря своей подруге, которая притащила меня на расстановке, на расстановке по Берту Хеллингеру, я решила там проблему свою многолетнюю, начала интересоваться, начала обучаться, и на своей работе начала людям помогать именно в расстановочных техниках, там, с напольными якорями, там, с настольными якорями, это что-то такое. И мне начали предлагать деньги. Я, мне говорят, ну, ты же психолог. Я говорю, да, что ты, что ты, что ты? Ну, и, в общем, я пошла, получилась одной психологией, там, какой-то там, около психологической, потом другой, потом третий. Начала получать свои результаты, начала помогать другим людям, но право брать деньги для меня было табуировано, потому что я же не психолог, у меня нет этой корочки-то психолога. То есть и психологом, ну, обучаться на психолога уже в институт я пошла, имея уже эмоционально-образную терапию в загашнике, да, и гештальт, и расстановки, и что там у меня еще, ну, был, амак уже был, и ароматерапия была, то есть я в институт пошла просто за дипломом, и вот когда я получила, вот тогда я себе внутреннее разрешение, ну, понятно, что эта установка была моя, да, в которой проще было бы обратиться к психологу и проработать ее и не парить, не терять много времени. Вот, вот такая история. А можно работать психологом, не имея образования с института. можно, только не вы не психолог, тогда вы, тогда консультант. Вот, потому что у меня вот это тоже установка такая, нет, диплом, я не могу. Это установка. Я пробую, я вижу, что получается, это очень интересно, люди довольны, мне есть, что дать, но, но вот здесь вот сидит, нужен диплом. Да, вот Мария пишет, помогающий практик, да, помогающий практик, консультант по вопросам кого-то, да, если есть, ну, что, что-то же есть, у вас же есть какие-то инструменты, есть какой-то, ну, сертификат или еще что-то, то есть, что-то же есть, вы же, ну, не нахватались с интернета каких-то знаний, правильно? Ну, да, есть два курса, и есть два сертификата. Вот, вот. Уже можно? Уже можно, да, вам можно. Сегодня смотрела, кстати, лежала, загорала и смотрела мужицкую, Татьяна Мужицкая, по-моему, и у нее как раз можно, да, вот у нее прям татуировка на руке белая, татуировка, можно. Если у вас возникло это желание, она вот показывает, говорит, можно, разрешаю, то же самое, можно. помогать людям, можно, вы помогаете людям. Николай Дмитриевич когда-то, Линда, автор эмоционально-образной терапии, он когда-то сказал, когда я пришла, я говорю, у меня нету диплома, я не могу помогать, вы что? Он говорит, а вот представь, ты попадаешь в ад, ну, там в ад, в рай, куда там, ну, куда там тебя там, что там делают, и тебе говорят, ты вот здесь вот не помогла, этот человек там умер, и вот здесь, ты не помогла, а вот там не помогла, и вот там не помогла, поэтому вместо рай пойдешь в ад. Вот как тебе с этим жить? Хорошо, я понимаю. Люблю Татьяну Мужицкую, да. Еще Елена Кравцова написала, Евгения, благодарю за информацию и вдохновение. Спасибо. Да, я люблю. Я люблю свою работу, если что. Ну, хорошо. Если кому-то, кого-то заинтересовало, можете в личные сообщения написать, может, с вами, Евгения, проведет, да, какое-то обучение или что-то, да, если вас заинтересовало именно. Ну, в принципе, да, да, но первое диагностическое у меня без оплаты, так что имейте в виду. Вот, хорошо, есть вопросы? Да, есть возможность еще вот задать вопросы. Вы там корректируйте время, потому что не знаю, на котором у нас. Ну, все просто, если как бы, если есть вопросы, можно задать, если нет, будем тогда. Вот, Мария Машина. Умничка. Спасибо большое за эфир. А Мария Машина, я знаю? Марию Машину я знаю? Ну, видимо, да. Спасибо большое. Шалимова. Ага. Все, я поняла. Спасибо. Еще и встретились тут. Мир тесен. Ну, да. Ну, хорошо тогда. Благодарим вас, да, что, кто сегодня пришел, послушал эту встречу. Спасибо большое Евгении, было очень интересно. И тоже вот стало задумываться над тем, что действительно надо какие-то программы или что-то такое, чтобы это было более структурировано, да, помощь. Поэтому очень откликается все, о чем сегодня вы вели беседу у нас с нами. Вот, очень все откликается. У нас еще один плюс, как бы, от того, что мы описание, когда сами делаете программы, да, какой плюс вы можете это прислать, это прислать клиенту, ну, подкорректировать его, потому что это же ваши рабочие заметки, подкорректировать под него и прислать. И это очень, ну, это повышает вашу ценность в глазах клиента, когда у него есть возможность какую-то технику там взять, там распечатать и взять в руки, да, или взять эту программу в руки, это уже, то есть он уже настраивается на работу, не просто а поговорить, а он что-то делает уже для себя. И это вот тут тоже как бы нельзя со счетов сбрасывать. Вот. Вот этот момент в поиске клиентов, ну, то, что вы сказали, да, как вы мне помимо там личной терапии еще сбрасывали материалы для меня. Вот это меня подходит. Ну, пожалуйста, вот клиент психолог живой. потому что я могла еще как бы дополнительно материал у меня был, да, было что-то думать, вот, и еще вы мне еще разрешили это использовать на своей практике. и вы можете там скорректировать эту, там, эти техники, которые я вам присылала, да, написать. И это для этого, вот это для этого, для проработки вот этого, да, то есть человек уже берет это, да, что вы с ним прорабатывали, да, и он возьмет, распечатает, и будет дополнительно еще результат получать. Поэтому такой момент он мне показывал, что вы заинтересованы мне во мне, что вы хотите мне дать максимум, да, и меня это очень привлекало. Да, спасибо. Вы уже трансформации, да, уже примеряют на себя ваш опыт. Здорово. Все. Ну, спасибо большое. Да, всем спасибо за ответы, за диалог. Спасибо, Евгения, и хорошего вам вечера. Приходите на наше мероприятие. С удовольствием, удовольствием. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова